Всем привет! Сегодня я снимаю наконец-таки долгожданную третью часть вопросов от подписчиков, так как мне их на присылали в ТВ-канале. Ссылочка будет у меня в описании и также ссылка на вопросы тоже будет там. Много вопросов мы присылали, а я не снимаю, не снимаю. Все уже заждались, спрашивают когда же, когда же. Вот наконец снимаю, записываю для вас. И как смонтирую, поскорее выложу. Итак, начнем? Начнем. Первый вопрос. Какое у тебя зрение? На правом глазу у меня зрение минус 4 с половиной вроде бы, а на левом минус 4. Где-то вот так вот примерно. Сколько вас в семье детей? Нас четверо. Ну это ни для кого уже не секрет. Так, один вопрос попущу. По каким предметам сдаешь ОГЭ? ОГЭ я решила сдавать по географии и химии. Сначала вот хотела сдавать по географии и биологии, но потом передумала, так как биологию сдавать очень сложно, а по химии проще подготовиться. И тем более мы ее изучаем всего два года, 8-9 класс. Материал не так много, как по биологии. Вот. А по географии она, в принципе, для меня самая легкая. Знаешь, кто такие вертовские? Я не знаю, кто такие вертовские. Честно. Не знаю. На какие оценки учишься? Я учусь в основном на пятерке, четверки. Вот четверть вчера закончилась, у нас третья. У меня в четверти только одна четверка по французскому, и то только потому, что я не успела ее исправить. Еще одна оценка нужна была, ее не хватило, поэтому четыре. А так я в основном на пятерке. Но тройки бывают, иногда проскальзывают. Там у меня была двойка за контрольную тоже по иностранному. Вот. То есть они бывают, но в четвертях их нету. Где ты учишься? Я учусь в школе в девятом классе. Если не получится поступить туда, куда ты хочешь, то где будешь учиться? Хороший вопрос. Я думала об этом. Если не смогу поступить, то, скорее всего, я буду поступать во Владимир, так как в Москву родители не отпускают пока. Вот. Я буду поступать, скорее всего, во Владимир. Ну, тоже на повар-кондитера, соответственно. Какой у тебя телефон? У меня телефон модель Infinix Hot 40 Pro. Как относишься к айфонам? Хотела бы. К айфонам я отношусь довольно таки хорошо. У них хорошая камера, у них настройки хорошие. Вот прям все отлично. Хотела бы. Вот насчет хотела бы не знаю, но возможно, если, да, если была такая возможность, то я была бы рада, чтобы у меня был айфон. Просто они еще дорого стоят вообще, ну, сами понимаете. Как жизнь? Жизнь отличная. Вот сегодня собирались снимать проект новый, но, во-первых, погода на улице не позволяет. А во-вторых, тоже есть некоторые обстоятельства, там кто-то из участников не может, кто-то еще что-то. Вот. Поэтому у нас съемка переносится. И поэтому сегодня, именно сегодня я решила записать вопросы. В каких городах ты была? Я была во многих городах. Ну, не прям, чтобы много, но была. Владимир, Москва, Нижний Новгород, Ярославль проездом, Сергеев Посад, Переславль-Залезский проездом. Так. Была в Дивеево, была в Евпатории, в Ейске. Какие у нас там еще города? Ростов-на-Дону проездом была. Проездом была в... Не помню, как называется. Город? В голове только забыла, как же он называется-то. Ой. Ну, не помню. В общем, еще один город какой-то. Потом. В Новороссийске я была. Я была, была, была. В Иваново была проездом тоже. В Дмитрове проездом была. Ну, наверное... А, Воронеже. Воронеже была. Где-то еще мы были. Ну, много где были, но... До совершенства еще далеко. Есть ли у тебя любимое животное? Ну... Мне очень нравится, импонирует лев. Такой благородный весь. Красивый. Вот. Какие мне еще животные нравятся? Мне нравятся собаки Коли. Я прям в детстве балдела от Коли, но... У нас их мало где можно встретить. А так вообще... Коли это прям... Не знаю. Сама порода и... Собака прям очень красивая. Очень мне нравится. Еще мне нравится... Алабай и... Породы, которые используют для поводырей. Как они называются-то? Ну, возможно, вы поняли. Если вспомню, скажу. Так. Будут ли еще какие-нибудь рубрики? К слову, об этом. Я хочу какие-нибудь еще придумать. Вот, не знаю. Если у вас есть какие-то... Идеи можете накидать мне в комментариях. И... Вот как раз-таки, которому должен был новый проект. Должны были снимать. Ну, я думаю, что мы его снимем только через некоторое время. Вот. Прям... Я не знаю, что-то такое хочется. Хочется, возможно, снимать какие-нибудь лайффаки. Возможно. Я хочу снимать распаковки. Прям очень хочу. Но... Распаковывать пока нечего. Ну, очень хочу прям снимать эти вот распаковки всякие. Мне прям это очень нравится. Особенно, знаете, что прикольное? На виды же продают. Мистери бокс. То есть, ты покупаешь бокс и не знаешь, что там лежит. Вот это вот тоже очень прям прикольное. Ребят, в процессе монтирования у меня появилась идея. А что, если вы будете, мои подписчики, собирать для меня такие вот боксы? Небольшие. Может быть, там вещи по три, по две. То есть, какие-то интересные штуки класть. А я буду снимать видео и распаковывать их. Как думаете? Будет ли это интересно? Я думаю, что да. Так. Какие ещё? Как долго катаешься на коньках? Что умеешь? На коньках я катаюсь с десяти лет. Но в прошлом году я не каталась. И я практически ничего не умею на коньках делать. Я умею просто кататься, умею разворачиваться, там, крутиться. Умею ласточку делать. Ну и пока, наверное, всё. А так бы, если была возможность, я бы с радостью занималась, там, фигурным катанием, чем-то таким тоже. Просто тоже у нас город маленький и возможностей нету. Твой любимый мультик? По-моему, такой вопрос уже был в предыдущих видео, если я не ошибаюсь. Или там был мультфильм. Но мультик, я вот не знаю. Я в детстве очень не нравился. Лунтик. Фиксики. Там Маша, Медведь. Потом Суперкрылья мне тоже очень нравятся. Но я сейчас их не смотрю. Вот. Знаешь ли Веронику Жилину? Если я правильно понимаю, то Вероника Жилина – это фигуристка, которая снималась в Лёд-3. Если так, то да, я знаю её. Вот. Видела. Тоже в рекомендациях смотрела. Как часто ты готовишь торты? Хороший вопрос. Очень. Потому что торты я готовлю... Ну, в месяц раз точно могу приготовить. Могу два, могу три. То есть в зависимости от ситуации. Если у кого-то день рождения там, или просто мы захотели тортик, могу приготовить. Вот. Что выберешь? Любовь или деньги? Вот я считаю так, что если ты встретил любовь, и человек тебя любит, и ты его любишь, у вас настоящая любовь, всё по-настоящему, и ты не планируешь его бросать, и он тебя не планирует бросать. И тебе предлагают, вдруг, деньги, что, допустим, мне дают деньги, и я его бросаю. А я его люблю, как я его могу бросить? Ну, у меня такое мнение, что в этом случае я выберу любовь. То есть, любовь я могу встретить один раз, а деньги можно приобретать всю жизнь. Долго сидишь в телефоне? Ну, вот, не знаю, наверное, часа, 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 сколько? Часов пять-шесть в сутки точно сижу в телефоне, потому что, во-первых, что-то хочется посмотреть. Иногда хочется поиграть. Потом я снимаю, монтирую. На монтаж тоже времени много уходит. Потом переписываюсь, тоже общаюсь с кем-то. Ну, вот именно поэтому много времени уходит. Но я стараюсь не очень часто засиживать в телефоне, чтобы всё-таки глаза тоже не уставали. И не было большого влияния на организм. Поскольку ложишься спать? В основном часов в одиннадцать. Но иногда бывает, ты ложишься и просто не можешь заснуть, и засыпаешь часа в два, в три ночи. Тоже такое бывает. Но вот иногда, как вчера, я просто легла полодиннадцатого и вырубилась. Просто устала. В каком фандоме ты состоишь? Я не состою в фандомах. Какая твоя любимая мобильная игра? У меня нет мобильных игр, но я во многие играла, я уже это говорила. Но прям вот чтобы любимых-любимых нету. Потому что я... Выбор у меня постоянно меняется. То есть ты играешь, тебе надоело, скучно, всё, удаляешь игру, закачиваешь новую, играешь, удаляешь. Вот так вот. Тебе тяжело находить новое знакомство? Этот вопрос, он довольно-таки неоднозначный, потому что новое знакомство мне на самом деле находить тяжело. Мне трудно через себя переступить и просто подойти к человеку и сказать привет. Типа давай дружить, давай познакомимся. Но иногда это бывает легко, иногда не очень. В основном, если со мной знакомиться, то да, допустим, хорошо. Вот как с Соней. Тоже ссылочку оставлю на неё в комментариях и на ТГ-канал, и на Ютуб-канал. Мы познакомились в больнице. У меня было профилактическое лечение, то есть нас по глазам делали разные процедуры. Мы познакомились, узнали, что мы из одного города и подружились с Соней. Мне было прям очень легко познакомиться, возможно, потому что мы похожи по темпераменту, по характеру, не знаю. Просто было легко. То есть я чувствую её своим человеком. С ней понятно всё, открыто. Не со всеми людьми и так. То есть просто бывают люди мимолетние. Ой, что я сказала? Мимолетние? Ну, в общем, вы поняли. Вот также есть люди, девочки и мальчики тоже, с которыми я познакомилась в санатории Решма в прошлом году. Когда была на реабилитации. И о них у меня тоже осталось очень хорошее вспоминание. Да, мы мало общаемся, мало переписываемся. И они живут далеко, тоже город очень далеко. Но с ними прям тоже насоставились тёплые, хорошие отношения. Они меня тогда прям очень сильно поддержали. Мне тогда было тяжело. Было трудное время, вот. И поэтому им прям большая благодарность. Во сколько лет планируешь выйти замуж? Во-первых, мне только пятнадцать. Как такового планирования замуж у меня нет. Ну, то есть замуж я в любом случае выйду. Но прям, чтобы планировать, планировать нет. Но я думаю лет до тридцати. Потому что потом будет сложно. А во сколько, вот прям не знаю. Потому что сначала хочется получить и образование, и что-то успеть добиться какой-то. Карьеры тоже чего-то. Вот. То есть прям-прям рано я не собираюсь выходить замуж. Даже если будет что-то. Какой твой любимый стиль одежды? Я вот даже не знаю. Как такового стиля у меня нет. Наверное, не знаю. Но в основном я ношу практически постоянно там платья, юбки. Меня это устраивает. Вот. Но я даже не знаю. Не знаю. Так. Скажи первую букву имени своего краша. Я уже говорила, что не буду называть имени, имён. Потому что человеку это может не понравиться. А я чужие чувства задевать не хочу. Если этот человек сам захочет, он скажет. Потому что он знает сам. К тебе когда-то подходили подписчики на улице сфоткаться или попросить автограф? Да. Вот совсем недавно был случай. Одна девочка из нашей школы подошла ко мне на улице и попросила сфоткаться. Вот только я не знаю, это был рофл или это было искренне и на самом деле. Потому что в людях я разбираюсь так себе и не всегда понимаю, с каким настроем они ко мне идут. Потому что надо мной были случаи, когда очень серьёзно подшучивали, запугивали тоже друзья. Ну, это было, наверное, в классе в шестом, седьмом год. Сейчас надо мной не особо прикалываются, но всё равно такие моменты есть. Я не обижаюсь на них, но хотелось бы, чтобы к тебе тоже относились с такими же благими намерениями, как ты к ним. Кого ты больше любишь из класса? Даже не хочу никого выделять, потому что другим будет просто обидно. В принципе, я люблю всех. И я со всеми хорошо общаюсь, и нормально со всеми общаюсь. То есть нет такого, чтобы у меня к какому-то человеку из класса была неприязнь. Просто, допустим, с девочками я общаюсь больше, с мальчиками меньше. То есть вот такой момент. А, и вот последний вопрос. Сколько тебе будет лет? Ну, и заодно скажу, когда у меня будет день рождения. У меня день рождения будет 24 июля, и мне будет 16 лет. Да. Вот. Что ещё вам сказать? На этом пока все вопросы. Если они у вас ещё остались, пишите в комментариях. Пишите в ТГ-канале. У меня там в профиле ссылочка стоит на вопросы. Вот. Все ссылки оставлю в описании к видео. И, надеюсь, скоро будет совсем четвёртая часть. Если вы их накидаете, конечно, вопросы, если они ещё остались. Ну, и... На этом, наверное, всё. Всем гудбай, пока, аривидерчи. До следующего нового видео. Пока. Всех люблю. Посидим ещё чуток, позагораем. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok